Всем большой привет! Настало время пустых баночек и давайте сразу же приступим. Как обычно, рандомно буду вытаскивать из пакетика H&M, который у меня уже рвется. Ой, я сейчас немножко порвала. Я думаю, что нужно уже какой-то новый пакет тестовать, чтобы собирать пустые баночки. Все, поехали! Первое, что у меня здесь лежит, я буквально недавно закончила автозагар от марки San Tropez. Сейчас это бронзин. Мусс называется Экспресс, потому что их несколько есть. У меня как раз-таки версия Экспресс была. Да, действительно, через 4-5 часа уже можно смывать этот автозагар после нанесения, и вы уже будете темненькая. Но я заметила, если этот автозагар оставлять на ночь, то вы еще темнее, будете более шоколаднее. Мне нравится этот бронзер. Пока вот так вот сравнить с какими-то другими у меня не было возможностей. Но мне хочется попробовать очень бронзеры от Laftan, или как-то так называется. Я вам картиночку вставлю вот эти вот бронзеры. Говорят, они более натурально смотрятся. В принципе, это был достаточно натуральный такой желтинкой. Загар у меня держится в течение недели. Если, конечно, как вы будете принимать душ, как часто вы будете принимать душ. Если там в неделю пару раз, то у вас автозагар будет в течение недели держаться. Но если вы каждый день, как я, допустим, после работы, то автозагар быстро, конечно, смывается. Хороший. В будущем, возможно, и куплю. Говорю же, хочется попробовать вот этот вот Laftan, мне кажется, все-таки называется. Следующее, что я закончила, я покажу их вместе. Первое – это скраб-шампунь для волос. Марка у нас, как она называется? Made of Perlite. Я не знаю, что за марка. А, Nylons. Марка называется Nylons. Я получала от Style Korean эти продукты. Мне шампунь со скрабинками не понравился. Никакого результата я не увидела. И я еще задавалась вымывать свои волосы из этих мелких частичек. То есть вы наносите, массируете, массируете голову. И вот это вот нужно потом тщательно смывать. На течение, не знаю, пяти минут, наверное, стоишь и смываешь эти скрабинки, чтобы ничего не осталось. Эффекта никакого не увидела. Единственное, мне нравилось то, что это вроде и скраб, и в то же время шампунь. То есть мне дополнительно не нужно было использовать какой-то шампунь. Я вообще не считаю, что на шампуне как-то много денег нужно тратить. Главное для меня в шампунях это чистота моих волос. Долгая, свежая, чтобы я не так часто их мыла, не травмировала, да. И все, что мне нужно, в принципе, чтобы грязь хорошо смывала этот шампунь. Вот и все. И следующее, это у нас марка Himalaya Herb. Это тритмент написано типа кондиционера. Мне так показалось, вы его наносите. После того чуть-чуть тут осталось, но я уже не стала использовать, потому что, опять-таки же, никакого результата я не увидела от этих продуктов. Это просто, мне кажется, трата денег. Вообще на моих волосах я поняла, что лучше всего работают масляные маски. Мне больше ничего и не надо. Это и дешевле выгодно, и полезно, ну и, конечно же, действенно. По крайней мере, на моих волосах у меня не окрашены волосы. А это чудо самое интересное, что его прикольно использовать, потому что, когда вы его наносите, он такой горячий, а когда смываете, ну не прям горячий, горячий, а печет, да? Просто такая теплинка на голове получается. А когда смываете, наоборот, холодит. Единственное, что мне нравилось, то, что очень гладкими волосы оставались. Но при этом, конечно же, мне чаще приходилось голову и мыть, потому что, видимо, не знаю, может из-за количества экстрактов. Тут, конечно, просто невероятные, невероятные ингредиенты. Смотрите, сколько экстрактов. Но, говорю же, никакого результата я не увидела от этого продукта. Так что, стоит, мне кажется, минимум 10 еврани. И выкидывать за это вообще нет никакого смысла. Я просто приучила мои волосы к более щадящим и натуральным шампуням без силиконов. И, наверное, из-за этого, когда я что-то какое-то силиконистое пробую, то у меня волосы сразу утяжеляются и их нужно часто мыть. Скоро вам расскажу про шампунь, который мне очень понравился. Далее выбрасываю вот этот вот сухой шампунь от Батист. Ничего такого я больше покупать, по крайней мере, на данный момент не буду, потому что я очень редко использую сухие шампуни, поняла, для себя. Потому что мне, конечно же, лучше помыть голову, чем наносить сухой шампунь. Но, возможно, в будущем, в экстренных случаях, может и понадобиться. Такое чудо выбрасываю, его там много. И, как вы помните, в видео я вам давно уже, полгода тому назад, наверное, говорила, что этот сухой шампунь как будто бы воздух выпускает. То есть не выходит там от самого продукта. Тем более, я не знаю, когда купила этот сухой шампунь. Полтора года точно прошло. Не решила выбросить. Просто так стоит, занимает место. Следующее снова, мой любимый гель для душа от Болея из серии Мэтт, который 5,5 ПАЖ сбалансированный. Этот гель для душ, как я вам уже говорила, использую для интимной гигиены. Но у меня снова в этом месте закончился этот гель, потому что я его очень часто использовала в качестве геля для душа, для того, чтобы мыть тело. Но потом поняла, что если я это буду делать, то у меня другие продукты, именно гели для душа, будут простые. Поэтому сейчас я этот гель использую чисто в интимной зоне, а остальные гели для душа, чтобы мыть свое тело. Следующее, что я закончила, это снова шампунь от Nature Box. Мне нравятся эти шампуни. Они долго оставляют волосы чистыми, не утяжеляют их, делают такой... Ну, не сказала бы, что объем, просто у меня более пышнее волосы, что ли, с ними становятся. Но мне версии с органовым маслом, в такое органовое масло, наверное, там было в составе, ну, основной такой ингредиент, в такой оранжевой упаковке, я в картиночку вставлю, мне эта больше понравилась. Эта тоже неплохая, но просто та почему-то еще, как я помню, мне больше подошел этот шампунь, наверное, не знаю. Следующее, что я закончила, это вот такую вот очищающую пенку от марки Exxys Y, называется. Kinoa One Step Balancing Cleanser. Основной ингредиент здесь идет Kinoa. Вы знаете, мне очень даже понравился этот гель для очищения. Реально. Ну, не скажу, самостоятельно я никогда не очищаю с гелями для умывания макияж, поэтому насчет того, что он справляется с макияжем, наверное, могу сказать, что нет. Хотя, вроде как, он был заявлен, что это и для очищения макияжа, я его пробовала. Мне кажется, я вам рассказывала о нем, когда только получила и пару раз воспользовалась. Макияж смывала, мне кажется, он не смыл у меня макияж, точно не помню, про этот продукт я говорила или нет. Но, говорю же, этот гель для умывания я использовала по утрам, конечно же, ну и после первого этапа очищения, после гидрофильного масла или бальзама для очищения лица. И, как второй этап очистки, мне очень-очень-очень понравился этот продукт. Возможно, я и повторила бы. Тут он идет 5,5Б, сбалансированный, не сушит кожу. Ну, короче, очень мягкий и нежный, очень мягкая и нежная пенка получается от этого геля. Следующее, что я выбрасываю, мне даже стыдно говорить, сколько лет. Этому продукту у девочки минимум 2 года. Это, значит, Миша Супер Аква Пилинг Гель. Это пилинг-скатка. Я решила выбросить, потому что опасно уже использовать. В принципе, его там осталось где-то вот столько, мне кажется. 100 мл действительно хватает надолго. Поэтому, когда вы покупаете пилинг-скатки, мне кажется, лучше брать какие-нибудь миниатюрки, ну, максимум 50 мл там. Если найдете, то в 30 мл пилинг-скатка, потому что используете нечасто, ну, в зависимости от того, насколько у вас кожа загрязняется. Тут загрязнение вашей кожи же еще и зависит от того, какие продукты вы используете на лице в течение дня. Если, допустим, у вас крем, который идет с защитой от окружающей среды, то у вас и лицо будет более мягкое и гладкое, и не будет вот этих вот шероховатостей. Я когда чувствую под пальцами шероховатость, а в основном это в части носа, то я сразу же прибегаю к пилинг-скатке. Но это очень-очень-очень редко, потому что у меня и кислоты в использовании, и ретинол, и так далее. Поэтому редко использовала. Из-за этого, возможно, мне и 100 мл слишком много. Хотя, если кто будет использовать два раза в неделю, мне кажется, хватит надолго. Ну, не надолго, вы быстрее закончите 100 мл пилинга. А я там раз в две недели могла, наверное, использовать эту пилинг-скатку. Следующее, что я закончила, сразу покажу все вместе. Это марка, как она называется, Wonder? Хару-Хару. Вот, марка Хару-Хару. Я их собирала, не показывала вам в прошлых пустых баночках, потому что у меня первым ушел серум, потом у меня закончился крем, и в конце только закончился тонер. Ну, в принципе, тонер от корейских марок очень надолго хватает. Он всегда у меня как бы дольше всего остается. Безумно понравились эти продукты. Так, у меня куча здесь вопросов. Безумно мне понравилась эта линейка. Девочки, однозначно советую. В принципе, чтобы не совсем переплачивать, можете купить тонер и крем для лица. Это у меня, кстати, большая версия. Здесь 90 мл. Есть еще маленькая. Она в виде рисунки сделана. Тоже картиночку вставлю. Красиво выглядит, конечно. Одно удовольствие пользоваться. Очень интересный аромат был. Давайте вспомним. Да, очень интересный аромат. Я его не могу вам описать. Продукты классные. У вас настолько кожа легца, мягкая. С этими средствами действительно к пилинг, скатке вы меньше всего будете... То есть у вас меньше всего рука будет тянуться к пилингу, потому что у вас кожа как бы защищена вот с этим кремом. Тут есть, мне кажется, какой-то ингредиент, я уже не помню, который именно защищает от окружающей среды, от загрязнения, да? От загрязнения вашего лица. Классные-классные средства. Однозначно советую. Если бы у меня сейчас не было кучи корейской косметики, которыми нужно воспользоваться, то я бы приобрела себе по новой. Но в будущем... В будущем, конечно же, куплю. В будущем, не знаю, через пару лет, наверное. Когда все закончу. Из ухода. И потом у меня декоративка тут останется. И все. Закончила вот такой вот крем от Ифраше с ванилькой, девочки. Бурбон ванила. Мне этот крем понравился. Представляете? Мне не нравятся креми. То есть они мне не подходят. Нет вот этого достаточно увлажнения. Это кремы знаменитые от Ифраше с ромашкой. Или... Как они называются? Тут картинку вставлю. Они очень знаменитые. И всегда по акции можно купить. Но я вообще не ожидала от этого крема каких-то чудес. Но думаю, сейчас быстренько воспользуюсь и забуду. Подумала, что никакого увлажнения не будет давать. Но, увы, девочки. Вообще обалденно. У меня даже возникла мысль приобрести себе лосьон для тела. Из этой линейки. Большую такую паку, в которую могу использовать. И для рук, так как крем для рук. Ну и на тело после душа. И подумала, возможно, будет тоже хорошее увлажнение дать. Но пока я не заказывала. Ну, в будущем, может быть, посмотрим. Просто у меня сейчас есть лосьоны для тела. Не хочется запасов набирать. Короче, крем классный. Супер увлажняет. И мне не нужно его было носить несколько раз подряд, чтобы чувствовать комфорт в руках. Классный, классный, классный. Очень понравился. Советую, девочки. Если есть такие большие упаковки, берите большие. Конечно же, это малютка. Здесь объем 30 мл. Хотя, с другой стороны, сумочки носить очень удобно. Как локситан, да, у них упаковка. Очень-очень классный. Понравился. Так, что из а-ля декоративки выбрасывает. Сейчас, секунду. Выбрасывает такие вот реснички, потому что они у меня немножко вот тут вот испортились. И плюс уже ленточка вся загрязнилась от того, что когда я клею себе реснички, я еще подвожу подводкой, черной подводкой, и из-за этого они все темнее и темнее становились. И, короче, пора выбрасывать, потому что уже давно использую эти реснички. Выжили свое, можно сказать. И да. Все, закончила реснички. Следующий спонжик, весь грязненький. Это спонжик от Зарея. Сейчас использую последнюю, третью. В принципе, неплохие спонжи, но они не такие прыгающие, как сказать. Они не такие податливые, что ли. Более упругие они. Иногда хочется, конечно, по лицу вбивать такой вот более мягкой, что ли. Не знаю даже, как вам объяснить. Ну, чтобы спонжик был такой средней жесткости. А эта вроде и не жесткая, но я не сказала бы, что она прям средней-средней жесткости. Хочется немного, чуть-чуть мягкости. А так, неплохо, неплохие за свою цену спонжики. Буквать не буду. Тем не менее, до сегодняшнего дня самые любимые спонжи для меня остаются пока что Реал Техникс. Но у меня сейчас есть же, я в Токамакс купила себе за хорошую цену оригинальный бьюти-блендер. И посмотрим, каким он окажется. Ой, солнышко выглядывает. Так. Следующая закончила вот такой вот лак. У меня оттенок. В принципе, нет смысла даже оттенок говорить, потому что таких цветов, наверное, нет. 36-й, Dare It Nude. И в такой упаковке уже лаки эссенсы делают. У них такие сейчас, как они называют, как не колбочки, такие пухленькие упаковки, короче. Закончила вот такой вот очень красивый оттенок. Этот цвет сам по себе теряется на моем оттенке кожи, на пальчиках, да. Поэтому мне приходилось какие-то дизайны делать. А так очень красивый оттенок, если сверху еще что-то интересное рисовать. Вот. Закончила лак. Чему очень, конечно, рада. Опа. Немножко двигаетесь. Ногу туда вытянула. И с декоративки закончила праймер от NYX. Ничего особенного, что я миниатюрку приобрела. Купила я этот праймер, потому что хорошие отзывы были. И была возможность приобрести вот такую вот миниатюрку при заказе на каком-то сайте. Точно не помню, где что заказывала. Обычный. Обычный праймер. Со сладковатым как раз таки маршмайловым ароматом, наверное. Но ничего особенного я не увидела от него. Никаких результатов или там, что тональная основа лучше смотрелась. Или как-то кожа более гладкая была. Нет. Обычный, как будто бы просто еще сверху какой-то крем нанесли. И все. Ну и последнее я закончила также миниатюрку моего любимого консилера от NARS в оттенке Custard Medium 1. Вот. Обожаю этот консилер. Вы, в принципе, уже много раз слышали. Я даже стоппер сняла. Все. Все достала там, заскребла. И готово. Готово. Хорошо, что я успела купить большой объем. Два консилера себе на Черную пятницу купила с очень хорошей ценой. Да. Люблю этот консилер. Не буду долго останавливаться, потому что вы уже не раз слышали, как я его хвалю. Все, девочки. Это все мои пустые баночки. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!